Так. Так, вижу, присоединяется очень много людей. Добрый вечер, дорогие друзья. Так. Делайте, пожалуйста, репосты, ребят. Делайте, пожалуйста, репосты, те, кто сейчас находится онлайн. У меня, к сожалению, разряжен компьютер, поэтому я выхожу онлайн с телефона. Значит, вижу города и сёры Молдавии, которые подключаются к прямому эфиру. Так. Вижу наши районы, вижу наших примаров. Ребят, завтра очень важный день для нашей партии и для всех граждан страны. Салют дома, примар, урошлой дроги, не начерет его. Салют пистелого носу, ватка. Дмитрий Рунтилов. Часто есть и датуре фикеры. Браво. Дмитрий Рунт Макэндрон. Телефон. Освязан Сетер. Есть у функции трансляция в фейсбуке live в HD. Так, вижу Тараклию, Кишинев. Так, Ниджа Таскера пишет. Полиция запретила передать еду для Валентина Чимпаеш. Геноцид народа Молдова. Полностью согласен. Так. Вижу примара города Рыжкана Виктора Богатько. Вижу ребят из Криково, Кишинева, Бельца. Ребят, те кто онлайн, делайте пожалуйста репосты. Так, вижу подключается Когул, Санчерей. Опять Кишинев. Балашиха Подмосковья. Вижу творческого человека, который говорит то, что думает Валерий Осталеп. Валерий, добрый вечер. Всегда читаю посты Осталепа. Пишет Осталеп всегда правильные вещи. Про наших дебилоидов, которые руководят страной. Так. Вижу вопрос Николая Табаранова. На Пасху где будешь? Значит, Николай, пока не знаю где буду, но буду точно там. Буду точно не там, где хочет, чтобы я был плохотнюк. Марина Мария. Варикэт Майрабды Молдаваста. Апсолудья кордко. Ачас на дрибаре. Ребят, ну, собственно говоря, о чем хотел поговорить. Вы все стали свидетелями беспрецедентного давления на представителей нашей партии. Значит, в чем заключается проблема? Значит, плохихих для того, чтобы укрепить свою одномандатную аферу. Значит, сегодня пошел на то, чтобы выбить максимальное количество примаров, городов и других населенных пунктов нашей партии. Значит, они очень жестко обрабатывали, в том числе, Валентина, чем поешь. Мне известны все эти предложения, переговоры, как они его разводили, как грузили и так далее. Валентин молодец, что не скрывал этого. Значит, требовали от него то же самое, что требовали от всех наших, кого они навещали. Что выйди, сделай заявление, что как бы усатый человек, который имеет проблемы с законом. Поэтому ты покидаешь нашу партию и становишься независимым. Не обязательно вступать в Демпартию. Чупаеш их послал, обрабатывают они его с начала этого года. И поэтому сегодня вы все стали свидетелями беспрецедентного ареста. Потому что первое место в стране до сих пор, конечно, занимало бесспорное дело, спубликованное против меня и Цеповича 1 декабря 2014 года. Когда создали два левых аккаунта в Фейсбуке. Один аккаунт с фотографией Цеповича, второй с моей, где якобы я пишу Цеповичу, Коля, давай расстреляем Кавкалюка, и Коля мне пишет, не, давай, не надо, давай перенесем на 3-4 дня. Давай перенесем на 3-4 дня, чтобы на нас не подумали. Значит, в результате этого бреда, который они сами нарисовали, значит, они возбудили дело, меня уже не было в стране, арестовали Коля, Коля просидел 4 месяца в тюрьме. Сегодня примара города Басарабянск обвинили в том, что он не предпринял меры, чтобы предотвратить насилие в семье. То есть, то, что в социально уязвимой семье отец изнасиловал ребенка, там 14-летнюю девочку, по-моему, значит, и чем поешь, оказывается, не предпринял необходимые меры, чтобы это предотвратить. Обращаюсь ко всем дебилам и главному дебилу от прокуратуры по фамилии Бакалым, господин Бакалым и прочие соски Плохотнюка. Хочу вам сказать, что я понимаю, что хозяин плохиш, и некоторые товарищи, которые его окружают, которые вас курируют, ставят вам задачи любыми путями уничтожить нашу партию. Но хочу вам, проституткам, не проституткам, потому что проститутки приносят пользу таким, как Плохотнюк, которым без денег никто не дает. Значит, хочу обратиться к вам, прокурорам с низкой социальной ответственностью. Если цитировать кого-то, то прокурорам с пониженной социальной ответственностью, что вы, уроды, просто переходите черту. Сегодня, когда задерживали примара города Басарабяска, люди бросались под колеса машин. Значит, некоторые полицейские ударили женщин, которые вам годятся в мамы по возрасту. Значит, вы по беспределу вывозите чем поешь, чем поешь можно было приглашать на допросы. Он был в длительной командировке в России, и он мне говорил, что готовится провокация против него. Значит, человек от вас не скрывается. человек пришел бы к вам на допросы. У меня вопрос к тем, которые представляют вашу структуру в городе, в районе Басарабяска. Почему они не предприняли меры? Понимаете? Сегодня, если... Это то же самое, если на следующей неделе приедет, например, кавкалюк в Бельце, даст в рот Маху сосательную конфету, и Шеремета задержат за то, что он допустил сосательные конфеты на территории муниципиа Беллс со стороны кавкалюка по отношению к Маху. Значит, и вообще, значит, я уверен, что пару таких конфет Маху уже получил, раз возглавляет ДПМ сегодня в Бельцах. И я что-то не вижу... И я что-то не вижу вашей реакции. Сегодня, значит, вам уже нужно подойти к тому, что арестовать молодых людей, которые занимаются любовью после того, как ходят в Плохотнюку в драйв. Значит, либо в другие ночные клубы Кишинева. Сегодня вам нужно арестовывать, потому что то, что происходит сегодня в стране, вот это парламентское большинство, ведь вы же прекрасно понимаете, что без каких-то сосательных процедур вот эти депутаты от коммунистов, либерал-демократов и других партий не могли перейти в ДПМ. Значит, это насилие депутатов парламента. Это насилие тех людей, которых выбирали люди, понимаете? То есть им Плохотнюк дает в рот, вы никак не реагируете, понимаете? А то, что что-то произошло... Я всегда был против насилия, и сегодня любые подонки, которые совершают насильные акты насилия, значит, в семье, на улице, вот всякие эти насильники, всякие эти уроды, многие из которых вы, кстати, плохих же освобождаете, на эту тему мы отдельно поговорим, кого вы, когда и за сколько освободили. Значит, этих людей нужно уничтожать. Я говорил перед выборами в парламенте в 2014 году, когда нас сняли с выборов, что в стране должно... Мы придем к власти, и в стране будет несколько человек, которые наведут порядок в стране, понимаете? И вот все эти товарищи, которые там... Одни возвращаются в страны Евросоюза, вторые полублатные, третьи полунаперсочники и так далее, для таких людей в стране места не должно быть. Но вы сегодня сажаете в тюрьму мэра города за то, что он якобы не среагировал на предупреждение полиции, что в такой-то семье совершается насилие. Товарищ Бакалым и прочие негодяи, заявляю вам со всей ответственностью. Я понимаю, что Плохотнюк вам сегодня всем обещает, что он уничтожит усатого на территории России, что не надо переживать, мы вас никогда не сольем и так далее. Вы все проститутки, которые сегодня работаете на Плохотнюка, вы ответите по закону. Не потому что я этого хочу. Потому что для таких блядей, извините меня за выражение, как полицейские прокуроры, которые обслуживают Плохотнюка, значит, будет отдельный зверинец. И вас будут показывать по всей стране. в клетках, в трамваях. Вас будут показывать по телевизору, в National Geographic Channel. Вас будут в мире животных, охота и рыбалка. То есть у вас не пройдет этот беспредел. Ребят, перестаньте, обращаясь ко всем нормальным работникам полиции и нормальным прокурорам, Ребят, перестаньте обслуживать Плохотнюка. Потому что наступит день, когда надо будет отвечать. И вас сольют, поверьте. Этот Кавкалюк с Зверелым Марарем улетят в свою гостиницу, которую они уже, наверное, достроили в Таиланде. Вы посмотрите на лицо Кавкалюка. Его кормят уже купюрами по 500 евро. Потому что раньше он ел монеты, потом мелкие купюры. Сейчас он меньше 500 евро уже ничего не жрет. Понимаете? И он жрет эти пачки евро и на завтрак, и на обед, и на ужин. Мне очень жаль, господин Виарел Марарь. Я слушаю периодически ваши заявления, и мне очень жаль, что я не могу вернуть время в студенческие годы, когда он покатался на территории Олега Руссо, чтобы мы были в Романе, и в Казахстане, и в Казахстане, вы, что есть на территории Олега Руссо. Сегодня вы, которые поднимаете руки на женщин, вы закрываете в тюрьму ни в чем не повинных людей, чтобы показать Плохотнюку, что вы чемпионы Молдавии по минету. Нет проблем, товарищи прокуроры и полицейские. Я понимаю, что если будут Олимпийские игры по минету, то вы выиграете все виды дисциплин. Минет на короткую дистанцию, на длинную, на очень длинную и так далее. Но нельзя относиться как животным к собственному народу. Как можно было сегодня ударить взрослую женщину? И потом вы будете завтра оправдывать, что она оказывается чуть ли не ударила два раза по печени полицейскому. Вы это расскажете людям, негодяи. Мы завтра в 13.00 по Кишиневу, будет прямая трансляция, значит завтра пятый внеочередной съезд нашей партии. Я хочу попросить всех активистов, всех делегатов, всех гостей, которые участвуют в съезде в нашем партии, быть очень внимательными. Значит мне приходит информация со всех районов страны, что эти уже пробивают, на каких маршрутках едут делегаты, кто едет на личном транспорте, для того, чтобы готовить какие-то провокации. Мы всегда были политической силой, которая была против режима Плохотнюка и будем бороться с Плохотнюком, пока его не победим. Но всегда мы соблюдали закон. Как будем мы вести себя дальше, товарищ Плохиш и прочие окружения с низкой социальной ответственностью, вы это в ближайшее время увидите. Но, ребят, завтра съезд партии. Завтра чуть меньше тысячи делегатов и гостей со всей страны приезжают, хотя на этот съезд я планировал, и хотели принять участие в нем более пяти тысяч человек. Из-за того, что эти уроды запретили все залы, которые находятся под контролем правительства, мы, к сожалению, не могли принять всех желающих участвовать на съезде нашей партии из-за того, что просто не позволяет нам зал. Завтра, я сегодня ночью еще жду определенную информацию, касающуюся Валентина, чем поешь, информацию, которая касается Феликса Гренко, которого они уже мурыжат месяцы в тюрьме, и многодетная семья сидит дома без отца и без кормильца из этих негодяев. Значит, завтра на съезде я объявлю нашу позицию. Значит, завтра будем избирать новых вице-председателей нашей партии. Завтра мы выйдем с четкой, с проектом резолюции завтрашнего съезда. Завтра вы услышите четкие предложения, Но самое главное, значит, ребят, обращаюсь ко всем здоровым неплохотнюковским политикам в стране. Ребят, давайте круглый стол. Давайте круглый стол, сядем и обсудим, как снесем этот бандитский режим Плохотнюка. Потому что сегодня, поверьте, я не беспокоюсь о своем будущем. Я беспокоюсь о будущем своих родителей, своих детей, будущих внуков, правнуков. Я хочу, чтобы дети мои жили в Молдавии. У меня нет проблем, чтобы сегодня моя семья и все мои родственники жили за пределами страны. И если бы у меня не было желания что-либо поменять, я бы не возвращался в 2014 году. Но сегодня это, они просто перешли красную черту. Плохотнюк я давно перешел, и есть моменты, кое-какие аудиозаписи, кое-какие материалы, которые скоро станут публичными. Но сегодня мы должны объединиться. В завтрашнего съезда вылетели три депутата Государственной Думы от либерал-демократической партии России, от ЛДПР. Я, значит, по поручению, по просьбе Владимира Вольфовича Жириновского, завтра они выступят, в том числе передадут что-то от меня. Но, ребят, давайте поднимаемся. Я вам клянусь, я сегодня готов приземлиться в Молдавии уже даже без парашюта. Главное свергнуть и отправить этот бандитский режим Плохотнюка на нары. Потому что так пересажают всю страну по одному. Объединившись, поверьте мне, что роту Плохотнюка не выдержит, и у его прокурора и полицейских то же самое. Поэтому готовимся, жест Плохотнюк, жест режиму бандитеск, мерчим дар на Инте, и дестружим этот режим криминал. Чеще еще уфакут яску примару денурашу Басаробяска, есть у батаи дежок, ну чеще, ну дарди валитинчим поешь. Есть и батаи дежок де демократия на Република Молдова, де либертати. Че, чел ма импортант, и браусы факы тот посибил, катос, чето тени День Републики, а Молдова сплеща ламонка, стремнито окасы бань лапарин, сларуди, ксаебычи фура, Плохотнюку бандитцы лыдла гувернария. Баюбеск, мерчим дар на Инте, а с этими сосками мы разберемся. Всем хорошего вечера, пока.